Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду готовить подливу, но не совсем простую подливу, а мясную. Такая подлива отлично подойдет к любому гарниру, без котлет, без каких-либо сосисок, потому что сама подлива уже с добавлением мяса. Когда я покупаю мясо для фарша, я его сразу обрабатываю, ну конечно помою и обрезаю от всего лишнего, то что будет мешать в процессе прокручивания мясорубки. Обычно я из такого мяса отвариваю в бульон. Использую это мясо не только в бульоне, но и также в мясных подливах. Как я это делаю, кому интересно, можете посмотреть. Мясо у меня, конечно, было чистое, но все равно я его еще раз промыла, залила небольшим количеством воды, доведу до кипения и первую воду я солью, а затем я вновь налью воды и буду отваривать мясо до полной готовности. И всегда, когда я варю мясо, стараюсь добавлять сушеную зелень. Мясо готово. Вот такое получается мясо разваристое. Разогреваю сковородку с растительным маслом без запаха. Примерно две ложки здесь столовых. Подготовила лук репчатый и натерла две морковки на крупной терке. На одну сторону сковородки высыпаю лук, а на другую морковку. Пока у меня обжаривается лук, морковка тоже немножечко притушится, а потом я все это перемешаю. Лук стал прозрачным, такой вкусный запах пошел. И морковка, видите, дает свой уже цвет. И уже на этом этапе я все перемешиваю. Убавляя огонь, делаю совсем маленький, и пусть морковка с луком пока потихонечку тушится. Прошло минут 5-7. Засыпаю муки сверху, одну столовую ложку. Быстренько все перемешиваю. Наливаю воды, обычной кипяченой воды. Одну неполную столовую ложку томатной пасты. Развожу небольшим количеством воды. Выливаю сюда же. Немножечко подержу на огне, пусть потушится. На этом этапе добавляю сушеную зелень. Я немножечко еще добавляла воды. И сейчас добавлю еще полстакана. В общей сложности воды у меня здесь чуть больше стакана. И выливаю сюда же полный половник бульона. Добавляю черный молотый перец. По вкусу, конечно. Солю по вкусу. Выкладываю нарезанное мясо. В таком виде мясо очень вкусное. Если бы я его использовала на гуляш, то там ничего хорошего бы не получилось. И пусть у меня немного моя подлива потушится. Делаю на свой вкус. Мне самое главное, чтобы лук на зубах не хрустел. Ну вот и все. Подлива готова. Чуть-чуть буквально добавляю сахара. Это для вкуса. Я всегда в конце добавляю. И высыпаю мороженую зелень. Здесь у меня лук, петрушка и укроп. И добавляю небольшой лавровый листочек. Выключаю газ. Накрываю крышкой и оставляю минут на 5. Прекрасные подливы получились. На вкус очень нежные. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok